Добрый день, уважаемые отдыхающие! Приехали отдохнуть в отель Море Лето. Парковка здесь за шлагбаумом 300 рублей, а на улице здесь бесплатно. Пройдем, посмотрим. Адрес Анапа-Пионерский, проспект 20А. С этой стороны пытались той заехать, там немножко по-другому. Поставили на платную парковку и зайдем, пройдем на рецепшн, заселимся. Посмотрим, какой номер дадут. Территория небольшая, два корпуса. Рассчитано по системе, все включено. Посмотрим, как с питанием, как с отдыхом. В принципе, только бассейн, типа отдых. Два небольших корпуса. Один называется «Море», а другой корпус называется «Лето». температура в бассейне 25 градусов, температура на улице сейчас 29 градусов. Прямо пройтись длинная аллея и идет на море. Тоже пройдемся по ней, погуляем, посмотрим. Заселили нас на втором этаже, во второй корпус. Вот такой вот номер. Большая кровать, телевизор, кондиционер, чайник, вода, стаканы, холодильник, морозит, шкаф, светильники. И вид на бассейн. Вход прямо над входом. Вот здесь вот увидим, у них есть трансфер для приезжих. В каждой машине детское кресло, кондиционер. При задержке рейдс ожидание бесплатное. И багаж до автомобиля доносят бесплатно. Это кто, мамы с детьми приезжают, кому неудобно. Номер телефона все есть. Также компания Бетенблюд отель. Это группа компаний. У них получается и море лето тоже относится к их группе. И еще написано свободное от курения отель. Здесь место курения только на входе на одном и на входе на другом. На территории больше нет места. И написано, если постоялец будет курить в номере, полторы тысячи рублей за обработку с него снимут. Для курящих проблема, для не курящих отлично. Гладильная доска. Кутюг, сейф, халаты, тапочки. И ванная комната. Душевая кабина, туалет. Все, чистенько, все, аккуратненько. На каждом этаже есть кулер с водой. Так что можно взять. Есть детские кроватки по необходимости. Вот детские кроватки дополнительно. Также кулер. Телевизор. С детям посидеть, посмотреть. Булон. Булон. Прошелся я по столовой, ничего там не говорил. Лишнее было бы что-то сказать. Показал. Неудобно расположены прилавки с едой. Людей, когда забегает много, толкаются. Если бы стояли в ряд, и с двух сторон стояли ложки, было бы гораздо удобнее. А так, места для всех не хватает. Когда все приходят, получается, часть людей просто приходится ждать. Есть небольшая игровая площадка. Сейчас еще пройдусь по территории, поснимаем. Территория небольшая, но в целом уютная. Сам факт большого бассейна дает о себе знать. С детьми очень удобно и уютно. Поесть можно что-то, но многое невкусное. Голодными, конечно, не ушли, но питание оставляет желать лучшего. Посмотрим, что будет на ужин. А так, в целом, море, солнце, вода, дети. С детьми все равно веселее. Хоть оно и шумно было в столовой, но с детьми веселее. День, ох, какой раскат грома. Завтрак с 8 до 10, обед с часу до 3 и ужин с 6 до 8. Есть бильярдная комната с 9 до 9. Для того, чтобы ее воспользоваться, надо обратиться на ресепшн. Детская площадка. Песочница. Вот, турничок есть, здорово, рядышком. Игровая. Для малышей детская игровая комната. Там прачечная и медпост есть. С этой стороны все. Здесь у нас вход на пожарной лестнице по корпусу. Ну и пойдем к бассейну. Возле бассейна поснимаю, когда музыки меньше будет. А то первый корпус. В нем находится ресепшн. Дети бегают, играются. За забором идет стройка. Небольшая территория. Все находятся здесь. На втором этаже бар. Напитки, мороженое. Все бесплатно. Поэтому можно подняться. Дети бегают, берут. А сейчас пойду пройдусь на море. У них есть свой оборудованный пляж. Выход вот там. Когда люди пошли. И мы туда пройдемся. Что? 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 Давай быстрее. Ити тихо. Очень аккуратно. Теннисный стол. Вместо сетки доска. Урожайка зеленая. Ниже, ниже, ниже лампы. Ключ не сразу срабатывает. И длинная аллея. Длинная аллея. Здесь снимать не буду. Территория здесь пустующая. А здесь территория строящаяся. Идем до проспекта. Пионерский проспект 22. Адрес, если со стороны проспекта. Но въезд с другой стороны. Ура! Впереди свет в конце тоннеля. Подходим к дороге. Автобусы ездят. Но аллея спокойная. Тишина зеленая. Ветер шумит. Микрофон не взял с собой. Шумновато будет маленько. И вышли на проспект. Здесь вот море и лето написано. Идем по пешеходной зоне. Вот к тому отелю. Отель Робинсон. Какая-то заброшенная стройка. И справа, и слева. Притом уже давно заброшена. Потому что это какие-то большие сооружения. Мама! 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 Отель Робинсон тоже находится на берегу, только бархан перемахнуть и на море. Я буду помать перечеркнуть воду, потом акулу, потом игру, потом дерево, потом дерево, и потом лампы. Тоже небольшая парковка есть у отеля, надо будет посмотреть, какие у него есть предложения, кому интересно будет, тоже можете глянуть. Много маленьких отелей, которые не выставляются ни на одном из представленных ресурсов, сами самостоятельно живут. Вот и бархан. Проход через бархан и море. Ну, по расстоянию, наверное, около километра от моря лета до моря. Недалеко спокойненько пройтись можно, но когда ты на берегу, все равно интересней. Вышел и ты на море. Вроде как пляж, говорят, оборудованный. Что здесь оборудовалось, сейчас посмотрим. Какой-то дождик не сильный, кстати, да? Какой-то. Максимка, пойдем, сейчас дождь пойдет. Пошли. Пошли, Максик, пойдем. Кажется, дождик собирается. Вот такие, облака. Игра, говорит. Смотри, что, ты! Блин! Я подушевала за холодно. Ну, написано Анапска из моря в море, где-то площадь Каша 10 тысяч квадратных метров Есть шезлонги, есть зонтики Есть турник, очень с толстой перекладины Сетка волейбольная Пляж оформлен Раздевалки, душевая Бар Место для курения И само море Шикарное-шикарное море Пока музыка не играет, только началась, покажу как вечером освещается территория Аллея вот освещена И сама площадка перед бассейном освещена На втором этаже дискотека идет Немножко не повезло нам с погодой Ну, ничего, и такое бывает иногда Отдохнули Время пролетает, отдыха быстро Поэтому собираемся домой Ну, про отели Редко я когда говорю, что если что-то не устраивает Но здесь с администрацией однозначно надо сменить повара И массовку, организацию, чтобы развлекаловка для детей была более обоснованная Нет здесь анимации никакой Просто поэтому Скучно Детям скучно Отель сам небольшой Территория ухоженная Но есть кое-какие минусы Номер шикарный Номер удобный Все, но ты же не будешь постоянно в номере находиться На этом все Собираемся домой Выезжаем Всего вам доброго